Сцена Сцена В бункере напряженное. На боевых постах застыли солдаты и офицеры. Здесь же командующий военным округом генерал-лейтенант Семенов. Он озабоченно смотрит на часы. Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант. Майор Усачков, направлен к вам по приказу Центрального управления Министерства. Представляюсь по случаю прибытия ваше распоряжение. Здравствуйте, майор. Ждали вас. Ситуация крайне серьезная. Строителями неожиданно вскрыто захоронение боеприпасов. В саперном подразделении, приступившем к его ликвидации, в результате контактов со снарядами имели место случаи поражения отравляющим веществом. По моему приказу работы приостановлены. Характер поражения позволяет сделать вывод, что мы имеем дело с необычными снарядами. Вероятнее всего, это запасы химического оружия, появившегося у фашистской армии в конце войны. Ясно, товарищ генерал. Ясно-то ясно. Полигон оборудован всего в 16 километрах от стройплощадки. После определения типа боеприпасов будем вывозить их небольшими партиями для уничтожения. График движения разработан. Ознакомься, майор. Есть! Общее руководство возлагается на вас. Есть! Кто будет находиться в непосредственной зоне опасности? Старший лейтенант Раскатов. Раскатов? Да. Сын бывшего командующего вашим военным округом. А почему эту работу поручили именно старшему лейтенанту Раскатову? Товарищ генерал, старший лейтенант Раскатов один из лучших специалистов в армии по химическому вооружению фашистской Германии. Поэтому ему и доверили непосредственное выполнение этой задачи. Познакомьтесь. Секретарь обкома, товарищ Дыбов Артем Петрович. Здравия желаю. Корреспондент «Известия» Сергеев. Здравствуйте, товарищ. Товарищ генерал, присутствие корреспондента... Присутствие товарища Сергеева согласовано с министерством. Есть! Товарищ генерал, старший лейтенант Раскатов готов к выполнению задания. Раскатов? Извините, товарищ генерал. Простите, пожалуйста, а Сергей Тимофеевич Раскатов не ваш отец? Так точно. Здравствуй, Шура. Артем Петрович. Давно тебя не видел. Сколько тебе сейчас? Да, давно. Тогда я был, если помните, аспирантом химфака, защитился. Но после того, что случилось, подал рапорт с просьбой принять меня в кадры Советской Армии. Не раскаиваешься? Нет, не раскаиваюсь. Тема моей диссертации была связана с проблемами обеспечения безопасности при работе с агрессивными веществами. Поэтому мне легко было переключиться на обезвреживание аналогичных веществ, которые фашистская армия накопила за годы войны. Словом, у меня все хорошо. Работу свою считаю нужной и полезной. Читал ты лауреат государственной премии? Поздравляю. Спасибо. А я вас, Артем Петрович, со сбранием в члены ЦК. Спасибо. Твой отец порадовался бы за тебя. Мне так часто его не хватает. Мне так часто его не хватает. Я благодарен судьбе за то, что она дала мне возможность честно и до конца служить моему Отечеству. Я много сражался. Я сражался за дело нашей жизни, за чистое и правое дело. Но сегодня у меня уже нет сил дольше выполнять свой воинский долг. И от этого больно втройне. Бой еще не окончен, А мои силы уже на исходе. И мне, как и каждому, В конце жизни Необходимо сказать о самом сокровенном. Да, удивительный был человек. Положение очень серьезное, товарищи. Жизнь и спокойствие города в ваших руках. Нами предпринят ряд чрезвычайных мер. Остановлена работа всех предприятий в зоне опасности. Население из прилегающих районов эвакуировано в зеленую зону. Все размещены в санаториях, домах и базах отдыха на полном пансионе. При обкоме создан штаб. Специальный штаб под моим руководством. И так жизнь и спокойствие города в ваших руках. Желаю успеха, товарищи. Желаю успеха, генерал. Спасибо, Артем Петрович. До свидания. Майор Русачков. Я. И последнее. При любых ситуациях Главное – безопасность людей. Есть, товарищ генерал. Приступайте. Есть. Миран. Вольно. По местам. Я пошел. Всем внимания. Проверка связи. Доложить по установленной очередности. Оцепление. Есть оцепление. Посты развернуты согласно утвержденному плану. Готовность полная. Все связи функционируют. Майор Серов. Смотрите в оба за входными дорогами на полигон и автотрассой. Есть. Метеослужба. Есть. Метеослужба. Ветер западный, устойчивый, скорость 5. Температурный градиент положительный. Капитан Ермолаев. Контрольные замеры производить каждые 20 минут. Есть. Химические дозоры. Готовность полная. Дозоры заняли исходные точки по всем секторам. Сеть оповещения проверена. Комплекты средств защиты, запасные ракетницы и дополнительные комплекты ракет выданы. Старший лейтенант Девин. Еще раз проверьте маршруты маневра. Есть. Аварийно-спасательная команда. Есть аварийно-спасательная команда. К работе полностью готовы. Все группы на исходных позициях. Запасные экипажи подготовлены в районе высоты Озерной. Капитан Перов. Уточняю. В любой точке подрыва группы должны быть не более чем за 5 минут. Есть. Полевая химлаборатория. Готовность. Лаборатория к анализу готова. Лейтенант Пеньков. Подрывники как линия. Подрывные линии проверены. Капитан Синьор. Всем старшим быть на связи. Амур А. Амур А. Я Амур А. Начинаю движение к траншее номер один. Хорошо. С подходом к ней на 30 метров обозначить себя и защиту одеть в боевое положение. Есть. Обозначить себя. Давай. Скажите, майор, амур А. это и есть старший лейтенант Раскатов? Да. Амур А. это старший лейтенант Раскатов. А какую работу сейчас он выполняет? Старший лейтенант готовит подрыв пробного снаряда. Только после этого можно будет правильно произвести подрыв всего склада отравляющих веществ. Насколько это опасно? Ну, товарищ корреспондент, снаряды пролежали в земле больше 30 лет, проржавели, взрыватели могут сработать в любую секунду, но, чтобы свести риск до минимума, в непосредственной зоне опасности старший лейтенант работает один. Амур слушает. Товарищ майор, на проводе первый. Майор Сачков. Товарищ первый. Докладываю, обследование места захоронения химических боеприпасов не дало возможности точно определить характер отравляющих веществ. Так точно, маркировочные кольца, видимо, были сняты с них при захоронении. Но мы сравнили с образцами немецко-фашистских боеприпасов по каталогу и, учитывая калибр, имеем предположение, что снаряды содержат фосфороорганические отравляющие вещества типа табун. Старший лейтенант Раскатов готовит подрыв пробного снаряда. Все меры предосторожности и защиты приняты. Подразделения к выполнению задачи готовы. Есть доклады о ходе операции. Есть. Ну вот, смотрите, товарищ корреспондент. Раскатов закончил работу, возвращается. Я Амур А. Нахожусь в тамбуре два. Показания по индикации. Показания по индикации чист. Вход в бункер разрешаю. Есть. Товарищ майор, снаряд в траншею перенесем. Навеска взрывчатого вещества закреплена. Взрыватель подключен. Отлично. Устал? Ничего, Саш, ничего. Жарко. Солнце неимоверное, жарко. Да, жарко. Шура, осторожней гоняй по полигону. Завалишь машину в траншею. Не завалю. Когда баранка у меня в руках, я и царь тебе, и бог. Спокойнее, бог, еще намаешься. Метеоданные. Есть. Двенадцатый, двенадцатый, Ямур. Не переборщил в заряде? Метеоданные. Думаю, нет. Корпус разорвет, и все. Главное, чтобы вещество не разложилось от взрыва. Обидно начинать все сначала. Посмотрим, посмотрим. Слушай, там по краям траншеи ромашки. Крупные. Давно не видал таких. Жалко, разметает их все, не соберешь. Нарвал бы букет, дарить-то есть кому. Ай, не сообразил. Не сообразил. Уведу твою красавицу. Ну, ну. Товарищ майор, метеоданные. Слушаю. Направление ветра двести семьдесят. Скорость ветра уменьшается. Я так думаю, товарищ майор... Сержант, температурный градиент. Пока положительный. Начнем? Давай. Внимание. Всем постам, всем службам. Готовим подрыв пробного снаряда. Подать секторам 3, 4, 5 сигналы химической тревоги. Сигнал оповещения для оцепления. Готовность к подрыву. К подрыву готов. Внимание. Есть внимание. Подрыв. Есть подрыв. Ну, я пошел. Ну, давай. Шура, осторожней. Ромашки уже не рви. Поздно. Машину держать на скорости с подветренной стороны. Чуть что прыгай в кабину и назад. Что теперь, товарищ майор? А теперь старший лейтенант простыми средствами индикации определит характер отравляющего вещества, возьмет пробы. Ясно. Амур слушает. Так. Так. Есть. Товарищ майор, шестой докладывай. Слушаю. Первая спецмашина с боеприпасами к выходу на маршрут готова. Снаряды ложных в контейнеры и готовы к перевозке на полигон. Хорошо, ждать команду. Есть. Ждать команду. Вы знаете, майор, в 42-м году я был в полку Раскатова, отца вашего старшего лейтенанта. И как раз в тот самый день, когда командующий лично вручал ему звезду героя. Бои были жесточайшие. Ты умница, майор, сказал он ему. Многое тебе по плечу. Расти выше. Я стоял рядом, а лейка моя сбарахлила. Снимок не получился. Жаль. Извините. Что случилось? Амур А. Амур А. Я слушаю. Что? Что случилось? Подскользнулся. Зацепился плечом за обшивку траншей. Небольшой порыв защитного костюма. Возможен контакт с отравляющим веществом? Возможен. Немедленно вести себе антидот. Есть. К машине. Подожди, товарищ майор, я пробы возьму. Да ты что? Какие пробы? К машине, быстро! Агиев! Я! Братья! Есть! Командиру хим-подразделения, первому дозору взять пробы. Ваш личный контроль. После взятия проб произвести дегазацию траншей. Братья! Товарищ военврач, готовьте помощь. Есть. Я Амур-А. Нахожусь в тамбуре-2. При входе в тамбур защиту снял. Деказацию обмундирования произвел. Вход в бункер, разрешаю. Есть. Ну? Быстро, врачи! Товарищ военврач, при снятии защиты мазнул кистью правой руки по поверхности. Прошу срочно обработать руку. Индикацию произвел. В снарядах табун. Пробы в приборе. Табун? Табун? Да, табун. Вам было приказано пробу не брать. Я уже взял, не кричи. Командиру хим подразделения. Первому дозору выход отставить. Агиев! Я. Проба старшего лейтенанта в лабораторию. Есть. Так, пульс учащенный. Сколько времени прошло с момента контакта? Послушайте, доктор. Я должна немедленно эвакуировать вас в госпиталь. Послушайте, доктор. Товарищ майор, немедленно в госпиталь. Согласен, немедленно эвакуировать. Товарищ майор. Вы сделали главное. Я не ощущаю никаких признаков поражения. И потом я должен закончить операцию. Старший лейтенант, выполняйте распоряжение врача. Саша, кроме меня, никто здесь не имеет права начинать разминирование. Пока прилетит другой специалист из Москвы, может случиться что угодно. Тогда я вынужден доложить руководителю операции. Я сам доложу. Дайте первым. Докладывает старший лейтенант Раскатов. Произвел определение типа ОВ. В снарядах отравляющее вещество нервно-паралитического действия табун. Нет, обычный подрыв невозможен. Он имел бы трагические последствия. Так точно. Разрешите приступить к ликвидации. Есть. Товарищ первый, разрешите доложить также о небольшом казусе. В траншее у меня произошел порыв защитного костюма. Да, возможен контакт СОВ. Я сразу же на всякий случай ввел себе антидот и произвел дегазацию. Кроме того, на КП повторно проведена дегазация. Нет. Я чувствую себя нормально. Товарищ первый, я прошу вас разрешить мне продолжать работу. Товарищ первый, я прекрасно все понимаю. Врач не возражает. Я возражаю, товарищ майор. Отставить. Товарищ первый, я не собираюсь ни с кем делить ответственность. Просто я нужен здесь сейчас. Есть. Глупо. Ты эгоист, Саш. Нехорошо. О, дурак. О, и ты туда же. Один человек меня иначе и не кличет. Умный человек. Да наверняка. Вы не имеете права рисковать вашей жизнью. Имею право, доктор. Имею. Все в порядке, доктор. Все в порядке. Вот ликвидируем эту заразу и домой отдыхать и даже лечиться, если будете настаивать. Начинайте, товарищ майор. Через пять минут я буду готов. Давай, Саша, давай. Даю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание! Всем постам, всем службам! Первая машина с боеприпасами выходит на трассу. Химическая тревога! Химическая тревога! Химическая тревога! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай первую машину! Передохни пока! Есть! Команда шестому! Есть команда шестому! Шестой на связи! Первая машина вперед! Шестой! Шестой! Первая машина вперед! Первая машина АМОР-1 на трассе! АМОР-1! Слушай меня внимательно! Предельная осторожность! Скорость только заданная! Особое внимание на переезде! Понял? Ну, давай, милый, давай! Да, Шура, такой работенки у нас еще не было. Солдаты молодцы! Генерал им честно сказал, что их ждет в случае ошибки. И ни один не вышел из строя. Как же я могу? Да я понял. Знаю, что понял. Спасибо, что не помешал. Одного твоего слова первому было бы достаточно. Ох, Шура, повесил ты мне на душу груз. Да ничего. Все обойдется. Дай-то Бог. Сейчас Боги, это мы и Саша. А помнишь, как я хотел из армии уйти? Да помню. Мы тогда приехали к вам домой. Да. Осень тогда была. Осень тогда была. Давайте накроем на восемь. Ведь, может, еще и Шура успеет приехать. Вчера телеграмма была, вроде вылетает. Ждешь? Я его не представляю в военной форме. Ой, он что ж тебе карточку не присылал? А? Ой, забыла. А вилки справа или слева? Вилки слева. Очень уж он не хотел надевать эту военную форму. Не в отца пошел. Ну, полтора года службы меняет человека. А вообще-то он писал, что пойдет в аспирантуру, военным не будет. Сергей Тимофеевич ночи не спал. Да, как бы отец не хотел, а Шура по его пути не пойдет. И теперь уж он не маленький и сам свою судьбу решит. Слушай. Дарья Ефимовна, а почему вы вместе со всеми не поехали на открытие бюста? А, да звали меня, звали. Ну, они же ведь на машинах поехали. А я до смерти не терплю, когда подо мной долго тарахтил. А это далеко, куда они поехали? Ну, как же. Ну, конечно, далеко. Это в соседнюю область. Почитай, километров больше двухсот будет. Послушай. Сергей Тимофеевич там родился? Ну, конечно, там и родился. Это ж село Староспасское. Там ему и бронзовый бюст установили. Правда, я никак не могу в толк взять. Как это можно живому человеку при жизни памятник устанавливать? Это как-то несообразительно для меня. А ладно. Дарья Ефимовна, ну это же так полагается. На родине дважды героя ему при жизни устанавливают бронзовый бюст. Ну, герой он герой. Кто же от него это отнимает? Ну, все-таки, знаешь, как-то это... Почетно. Почетно? Дарья Ефимовна, а вы не возражаете, если я пойду в сад и наломаю там кленовых веток? Цветов-то у нас нет, а кленовые листья очень украсят комнату. И вообще... Ну, иди, иди, наломай веток. Что хочешь есть, то и делай. Почетно. Надо же, дожили. Памятник при жизни почетно. Ой, я забыла. У меня же пироги. Ты только не теряйся. О, какой стол. Ты смотри, меня встречают. Да. Да. Ой. Шурка. Бабушка. Шурка прибыл, наконец-то, мой дорогой. Ой. Здравствуй, бабуля. Покажись, покажись. Ой, 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 ой. Ты прям вылет ее отец. Ну, как вы тут без меня? Да плохо без тебя, Шурок, да. Ничего. Это мой друг, Саша. Очень приятно. Здравия желаю. Очень приятно. Вместе служили. Служим. Я не знаю, как ты, я свое уже отслужил. Сейчас пойду к себе наверх и переоденусь. Мне эта военная форма уже вот где. Подожди, подожди снимать, Шура. Да что, свой воинский долг я уже исполнил. Дальше буду жить вне устава. Ну, Шур, ну, может быть, ты все-таки до приезда отца не переодевался, да? А показался в этих своих звездочках? Бабуля, все обойдется. Ты полегче обойдется. Ишь ты какой, а? Какие стали все резкие, какие прыткие. Обойдется. Бабуля, где все наши? Где? В Староспасской еще вчера с утра укатили. Обещали сегодня к вечеру вернуться. Что, у них там маневры? Ну, прям маневры. Будто ты не знаешь. Я не знаю. Что, тебе мать не писала? Нет, ничего не писал. Их ты. Твоему отцу на его родине бронзовый бюст установили. Вот все поехали на его открытие. А ты тут такое обойдется. Он тебе. Вот какой. Видал? Культ личности. Да какой культ личности? Дань уважения. Знаешь, мог бы попроще выразиться. Тем не менее, поздравляю тебя. Спасибо. О. О. Здравствуйте. Здравствуйте. Не по форме отвечаешь. Отвыкаю. Хватит. Это мой друг. Лейтенант Хембойск Александр Усачков. Здравия желаю. Вот это другое дело. Здравия желаю лейтенанту Усачков. Просто Саша. Очень приятно просто, Саша. Очень приятно. Аула. Так, познакомилась? Угу. Очень хорошо. Слушай, а ты как здесь очутилась? А я живу тут по соседству. Меня просили помочь по хозяйству. Правда? Угу. Очень хорошо. Слушай, просто Саша, сегодня за этим необычным праздничным столом, если нас с тобой за него посадят, я разрешаю тебе ухаживать за Аллой. А вообще запомни, это моя девушка. Звание чрезвычайно высокое. И почетная. Что, разве наша многомесячная переписка не дает мне право называть тебя своей девушкой? Разве не ты заказывала для меня по радио песню в исполнении Кобзона «Отслужу как надо и вернусь». Нет, я заказывала для тебя песни в исполнении Софии Ротару «Стара печаль моя, стара». Ах так, так, так. Значит, это была другая, которая заказывала Кобзона. Как же ее звали? Таня, Тоня, Саша? Забыл! Шурка! Все шутишь? Ага. Молодец. Алла! Ага. Пойди сюда, помоги мне, пожалуйста. Иду, иду, иду. Шура, может мне лучше до дома? Меня же там тоже ждут. Ну что, я действительно ехал домой, а учатился у тебя незваный. Очень даже званный. Поскольку я не собираюсь поражать своих родных военной выправкой офицерскими погонами, ты меня прикроешь. Опять прикроешь. Отец обожает молодых офицеров. Не откажи. Ну, тогда я могу хоть где-нибудь руки помыть, освежить. Это конечно. Безусловно. В особняке, командующем военным округом, есть для этого все условия. Предусмотрены даже душистое мыло и цветочный одеколон. Генерал любит освежаться именно цветочным. Бабуль, лейтенант с дороги, помыться бы ему. Хорошо, Алла. Поставь вазу сюда. Поняла я, поняла. Пошли, лейтенант. Есть. Ну, как живешь? Я без тебя живу плохо. А ты? Не знаю. Тебе легче. Обижаешься? На что? Ну, как на что? Писал редко. А ты не обижаешься? Ну, я-то на что? Писал часто? Ну, нет. Все храню в вещмешке, перевязанной ленточкой реликвии. И на том спасибо. Да брось, Алла. Слушай, такая жизнь начинается. Сам себе хозяин, сам себе голова, воля, невесомость. Как будто сила всемирного тяготения перестала существовать. На этой силе мир держится. О, да ты философ. Нет, я не философ, просто я... Опять обижаешься? Это признак? Да. Это признак того, что ты мне не безинтересен. Но только не подумай, экс-лейтенант, что я собираюсь тебя преследовать. Для меня совершенно очевидно, что ты дурак. И поэтому... Ну, договаривай. Как-нибудь потом. Ладно. Я наверх, к себе. Переодеваться. Шурка! Ну, надо же. Ну что он, переменился? Да нет. Только шутит как-то так по-солдатски. А это он хрохорится перед тобой. Не в отца пошел. Не всем же быть военными. Да так-то оно так. А только в семье Раскатова, почитай, всегда все были военными. Что отец Александра, что дед, что прадед. Все служили, все воевали. Правда, вот бронзовый бюсток это только у одного. У Сергея Раскатова. А медали бронзовые у всех были. Я пойду. Куда? Никуда ты не пойдешь. Сядь. Видишь, что выдумала? Он что, он расстроил тебя? Да нет. Ну что нет? Что я слепая, что ли, вижу? Плюнь на него. Побегает, побегает и прибежит. Все они мужики такие. Ведь вот отец его. Он тоже. Он с молоду, знаешь, как мотался-мотался по свету, вертел хвостом. А потом зацепился за Ольгу и все. И весь вышел. И прикипел на всю жизнь. Ну и Сергей Тимофеевич. Сергей Тимофеевич человек редкий. Вон Шура в армию идти не хотел. Все дулся на отца за то, что тот не хочет ему помочь. Ну и ничего, армия ему на пользу. А если он взбрыковать начнет, так мы с тобой его как миленького прикрутим. Да не хочу я его прикручивать. Не хочу. Прикрутим. Как пить дать прикрутим. Ой, подъехали наши машины. Приехали. 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 Я бы не отказался. Артем Петрович. С удовольствием. Пойдемте. Я провожу. Пойдемте. Мама. Эх, мама, жаль ты с нами не поехала. Такое, знаешь, было торжество, что просто даже не расскажешь. Ну, а они тебя хоть похожим на себя сделали или так просто фигура? Бюст, мама, из бронзы. Говорят, что похож, но сам себя я не признал. Ой, цветов нанесли речей, наговорили пионеры. Никогда еще в жизни я не чувствовал себя так неловко. Ну, ладно. Ну, пережил и хватит. Слушай, вся семья в сборе. Александр к твоему празднику подоспел. Подоспел? Точнее, не скажу. Ну, ладно тебе ворчать. Образуется. Обойдется. Слушай, ты вообще поможешь мне пироги отнести или теперь после бюста уже тебе неловко? Помогу, мама, помогу. Только при одном условии. Ты положила мой джин? Все, положим. Тогда уже. Мама, здравствуйте. Здравствуйте, Феда. Здравствуйте, приятного. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой. Шурка. Мама. Приехал. А мать-то промолчала. Скрывает, бережет меня от отцовского гнева. Ну, ну, как ты? Ничего. Отец ждет тебя. Да знаю. А чего ж переоделся? Мама. Давай готовиться к чаепитию. Ну, поберем бы отца в праздник ведь. Мама, давай не будем врать в праздник. Нервничает он с утра. Письмо где-то об уходе из армии пишешь. Разорвал. Ну, надел бы форму-то хоть на сегодня, а? Мама. Ну, ладно. Молчу. Молчу, молчу. Ну-ка идем ко мне быстро. Идем, идем ко мне. Донесу целости и сохранности. Ну, старт. Сейчас я тебе место освобожу. Вот сюда. Да-да-да. О, знаю пироги, Дарья Ефимовна. Красавцы прикоснутся. Боязнь. Мать у нас магистр кулинарных наук. Да ладно вам. Смущайте только. Ну, давайте по этому случаю. По рюмочке. И завстречу. Эх, Кучкин, Кучкин. Ну, никак у меня не выходит из головы то, что ты мне дорогой рассказал. Это про наши областные дела-то. Да какие там дела? Это какое-то варварское отношение к народному добру. А что же я могу поделать? Как что делать? Требовать или жаловаться? У вас в области, что, начальство, что ли, нет? Есть начальство. Есть начальство. Да ты пойми, что каждая вышестоящая организация требует от подчиненных заветной цифры. Так. А строители по разным причинам выполнять работу не хотят. Ко мне к директору совхоза раздаются звонки. Из сельхозуправления, из райкома партии и так далее, и так далее, и так далее. Если я проявлю волю и продержусь в обороне, то строители заявляют, хорошо, коровник, мы тебе достроим. Но больше ты нас в своем совхозе не увидишь. Ну и тут, как правило, директор сдается и подписывает все, что от него хотят. И ты подписываешь? Да, да, и я подписываю. А что делать? Ведь мне хозяину строить и строить. У них в области болотников такой был недавно освободили. Управляющий совхоз строит рестом бражников под суд пошел. Да что же этих прохвостов раньше-то не убрали? Ты понимаешь, за этого бражникова в министерстве горой стояли. Ах, вот как? Да, с планом справляют, собрался за строительство любого объекта, не считаясь с реальными возможностями. Итог оказался плачевным. Да, дела. Здравия желаю, товарищ геополковник. Здравия желаю, лейтенант. Друг вашего сына, лейтенант Александр Усачков. Очень приятно. А где же мой лейтенант Раскатов? Пошел переодеваться. Я его позову с вашего разрешения. Позови, лейтенант. Позови. Есть. Да, Артем Петрович, дела творятся. Ты знаешь, прошлой зимой я по области проехал. То в одном месте, то в другом. Остовы заброшенных строений. Дома без крыш, все безжизненно засыпано снегом. Это же просто разорение какое-то. Да, главное, такая постановка дела развращает людей. Вырабатывает у них наплевательское отношение к работе и срокам ее сдачи. Путает органы планирования. Общему делу наносится колоссальный ущерб. Да что, советской власти на них, что ли, нет? Да есть советская власть. Есть. Наказываем людей. Из партии выгоняем. Первым у них тогда был Колпаков. Так вот, после всех этих событий вынужден был уйти на пенсию. Да. В невеселом месте вы мой бюст поставили. Знал бы раньше, так я бы в другой волости родился. Ладно, ладно. У меня порядок. Вот, генерал, принимай сына. Ну, здравствуй, сын. Здравствуй. А я тебя военным хотел увидеть. Сережа. Да надоело погоны носить. Перед начальством тянуться. Для меня уже капитан начальство. Ну, как и положено. Ну, вот я и переоделся, чтобы почувствовать себя раскованней. Ну, и как почувствовал? Встретились, одно слово раскатывай. Может быть, отложим, но потом? Отец, может быть, отложим? Ладно, отложим. Знакомьтесь. Мой сын, лейтенант Раскатов. Артем Петрович Дыбов. Наш новый секретарь обкома. Очень приятно. Здравствуйте. Кучкин Владимир Сергеевич, директор совхоза. Это сын. Мои старые фронтовые друзья. Товарищи, товарищи, садитесь за стол. Бабушка волнуется. Только за стол. Лейтенант, за стол, за стол. Что ты там стоишь в стороночке? Прошу. А где же наша Алла? Алла? Да? Да она сейчас явится. Дело у нее какое-то неотложное. А, ну да. Так, ну, что будем пить? Сегодня пьем шампанское. Да, исключительно шампанское. Ну, шампанское, так шампанское. Да, шампанское, шампанское. И, конечно, шампанское. Шампанское – это же напиток нашей молодости. Ох, я помню, до войны в гарнизоне, где стоял наш полк, у нас в офицерских жен обязательно был свой НЗ. Две-три бутылки шампанского. Вот придет мой капитан, усталый, пропыленный, охрипший. Ну, сразу, конечно, воды сбросит. Представляешь, Артем, прошу воды. А я ему налью полный стакан шампанского. Шарахнет он с горяча. И с катушкой. Ну что же, все усталость, как рукой снимает. Нет, шампанское – это святая вода нашей молодости. Вы умница, Ольга Максимовна. Друзья мои, я предлагаю выпить за наших матерей, наших жен, добрых, чутких и терпеливых. За тебя, Оля. Спасибо. Мама, за тебя. За тебя, Оля. Спасибо. 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 Олечка, за тебя. Спасибо. Хотя праздник, конечно, не мой. Твой, твой, Оля, твой. Да, так уж сложилось, что твоя жизнь – это моя. Ага. И твои праздники – это мои праздники. Ой, а сколько их было не перечесть. И совсем-совсем в разных местах. Побросала жизнь с востока на запад, с севера на юг. Только успевай паковаться, распаковываться. А праздники были, были. Когда первый взвод получил, помнишь? Ну-ка. А когда училище кончил. Ой, а когда часы наркопа. Часы наркопа. Три дня были. Да. Жили трудно, но весело. Мать, не расклеиваться. Приказ? Приказ. Приказ. Приказ есть приказ, а я пью за всех вас. Вот это другое дело. Ты же у меня веселая. Озорная была. Ох, и верховодила вечно среди офицерских жен. Ты знаешь, Артем Петрович, у них там женсовет был. Да. Так помню, она такую деятельность развела, что как-то меня вызывает к себе комендант и говорит, ты, говорит, Раскатов жену свою угомоним. А то она меня так приперла своими требованиями, что я, говорит, не знаю, оборона способность страны, говорит, укреплять или на нее работать. Это ты могла. А танцевала-то как, эх, переплясывала всех. Ну да, как жена Ночфина-то по бойчей была. Оля, жены Ночфина я не помню. Не скромничайте, не скромничайте. Не помню. Как-то после войны и я свидетелем был. Вот, пожалуйста. Оленька, а что по случаю такого события, а? Ой, что вы? Ой, да что вы? Ой, да что вы? Нет, давай, давай, давай. Тряхнем-ка стариной, когда нам при жизни памятники ставят самое время вспомнить нашу молодость, а? Ну, тряхнем. Давай, тряхнем. А что, будем танцевать? Ну, как что, как что? Наш танец, брызги шампанского. Владимир Сергеевич, поставь, пожалуйста. Хорошо. Ой, да, у нас какая. Ну, так. Валю. 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 Не вбиваться, не вбиваться. Держись. Ох, давненько, как танцевали. Ой, сыра, сыра. Валю. Ой, как это был. Молодцы. Оль. Валюкий. Олейка, молодец. Валюкий. Ой, что? Что с тобой? Что с тобой? Да ничего, Оля, ничего. Я сейчас. Что с тобой? Я сейчас. Переволновался, Серёжа. Ему плохо. Переволновался, Серёжа. Обстановка нормальная. За рулём водитель Еремеев запасной кочетов. Отлично. Докладывает Амур-1. Ориентир 19 прошли нормально. Просят разрешение несколько увеличить скорость. Жарко в защите, товарищ майор. Ни в коем случае. График движения соблюдать строго. Есть. Соблюдать график движения. Не хочу. Амур-1, ориентир 21 прошёл нормально. Служба оцепления ведёт контроль. Командирую инженерно-сапёрного подразделения. Разгрузочную команду к траншеи 2. Обеспечить от перегрева личному составу мокрые экраны. Запросим идти осводку. Есть. 12-й, 12-й, я вам. Шура. Сколько будем подрывать сразу? Медюданные. Все 10 снарядов. При пятикратной навеске на один снаряд многовато будет. Можно уменьшить навеску. За счёт неидеального состояния металла столько лет прошло. Ну ладно. Испробуем на первой парте снаряда. Извините, а зачем такая мощная пятикратная навеска взрывчатки? Понимаете, товарищ корреспондент, сейчас наша задача состоит не только в том, чтобы расколоть снаряд, а в том, чтобы силой взрыва разрушить отравляющее вещество, молекулу отравляющего вещества. Тогда оно будет безвредным. А сделать всё нужно там, в траншее, иначе аэрозольное облако может выйти за границу полигона. И дегазировать его нельзя. Дегазируется только земля. Ясно. Амур-1, ориентир-23, прошёл нормально. Выходит на границу полигона. Хорошо, пусть выходит непосредственно к траншее 2. Есть. Амур-1 вышел к траншее 2, просит разрешения на разгрузку. Разгрузку разрешаю. Соблюдать все меры предосторожности. Разгрузка разрешена. Соблюдать все меры предосторожности. Скажите, старший лейтенант, а чем для вас лично интересен этот склад? Интересного мало. Типично фашистское иезуитство, диверсия замедленного действия. Диверсия? Да. Это была заранее подготовленная и надолго вперёд спланированная акция. Расчёт был на полную коррозию металла со временем. Вытекание ОВ в грунт. Попадание его в подпочвенные воды, которые разнесли бы его на значительное расстояние, поразив источники воды, сельскохозяйственные угодья. Всё растяжело животное. Машина разгрузилась. Боеприпасы в траншеи. Машине покинуть зону. Амур-1. Амур-1. Покинуть зону. Коварство было ещё в том, что склад, размещён в трёх метрах от железной дороги, и сапёры после войны регистрировали показания миноискателей как реакцию на металл рельс. Амур-2 загружен и готов к выходу на трассу. Извините, теперь моя очередь. Да, да, конечно. Ждать команду. Амур-1 из зоны вышел. Ну? Я пошёл. Ну, давай. Шурка, осторожней. Машина лежать на скорости. С подветренной стороны. Чуть что, прыгай в кабину. Мало ли что. Знаю. Учёный. Извините, майор. Да. Значит, в снарядах табун. Да. А не могли бы вы поподробнее рассказать о его действии? Да. Табун – это отравляющее вещество нервно-паралитического действия. В организме человека оно нарушает передачу нервных импульсов. Извините. Да-да, конечно. Амур-А. Амур-А. Как самочувствие? Я Амур-А. Самочувствие нормальное. Продолжай работу. Так вот, оно нарушает передачу нервных импульсов. На это мгновенно реагирует центральная нервная система, и человек погибает. Наши советники во Вьетнаме видели последствия применения подобного оружия. Там противника интересовало, будет ли проявляться его действие в плане генетического воздействия на людей. Варварство. Варварство немыслимое. Потому что даже через 10 лет вследствие самого небольшого поражения генного аппарата родителей дети рождались уродами. Извините. Я Амур-А. Нахожусь в Тамбуре-2. Показания по индикации чист. Вход в бункер разрешаю. Есть. Все, готово. Можно взрывать. Как самочувствие? Отлично. Вызовай первого. Есть. Первый. Первый. Я Амур. Есть первый, товарищ майор. Товарищ первый. Майор Кусачков. Все готово для подрыва первой партии снарядов. Разрешите подрыв. Есть. Спасибо. Навешиваю на снаряды взрывчатку. Сам думаю, что за профессия у меня такая. Разворачиваю землю. Разворачиваю. Вандализм какой-то. Долго здесь расти, ничего путного не будет. Долго. Ничего не поделаешь. Да, ничего не поделаешь. Люди мудрятно придумывают, черти что, отдувается земля. Тебе заговорил хлебороб. Что-то ранее в твоей генеалогии таковых не наблюдалось. Не наблюдалось. Потому что мои предки вынуждены были заниматься другими делами. Метеоданные. Есть. Двенадцатый, двенадцатый. Я Амур. Метеоданные. Черт-то вы, болванки. Лежат смирные. Но ведь такие безобидные. Шуран. Ну что за лирика на тебя нашла? Соберись. Товарищ майор. Ну вот, другое дело. Некоторые снаряды сильно проржавели. Поэтому после подрыва нужно будет тщательнее дегазировать металл. В порах ржавчины может остаться отравляющее вещество. Ничего. Спецмашина готова. После взрыва обработаем и металл, и грунт. Метеоданные. Слушаю. Вправление метра двести шестьян. Скорость метр пять. Температурный градиент положительный. Ну? Давай. Делаем подрыв. Внимание. Всем постам, всем службам. Готовим подрыв первой партии снарядов. Подать секторам три, четыре, пять сигналы химической тревоги. Химическая тревога. Химическая тревога. Сигнал помещения для отцепления. Готовность к подрыву. Подрывы готовы. Внимание. Есть. Внимание. Подрыв. Есть. Подрыв. Мощная сила, детонация. Дегазационные машины готовы. Машина вперед. Есть. Машины вперед. Запроси готовность Амур-2 для прохождения трассы. Есть. Запроси готовность. Амур-2. Амур-2. Доложите готовность. Амур-2. 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 Старший лейтенант. Старший лейтенант, я встречался с вашим отцом. Давно, во время войны. Писал о нем очерк. Он командовал полком, а я работал в редакции. Со мной жена служила. Наборщицей. Я все отговаривал, говорю, вредно, свинец. А она шутила. Все, теперь свинец. И шрифт, и пули. Повяжет бывало косыночку. И быстро, быстро так пальцем по буквам. Люба, дорого глядеть. Говорила, хорошая статья набирается в три раза быстрее. Странно. Чувствую себя вроде бы как на войне. Трудно даже поверить, что происходит все это почти через сорок лет после победы. Вот появится моя Анюта в косыночке и скажет. Что же ты так плохо написал-то? Война ведь... Странно. Чувствую себя вроде бы как на войне. Это и есть война. Эхо ее, которое докатилось до нас. Еще раньше оно докатилось до вашего отца. Это и есть что-то, и есть или нет. Их то, и есть война. Их то, и есть л arranged. Их то, и есть ли нет. Их то, и есть ли нет. Вчера встретила жену лейтенанта Петрова. Идет вся зареванная. Что, спрашиваю, стряслось. Оказывается, во взвод к лейтенанту прибыл новый солдат, мастер спорта по гимнастике. И на первом же занятии по физподготовке перещеголял командира. На целых 26 раз больше подтянулся на перекладине. Так лейтенант Петров соорудил у себя в комнате турник, и все свободное время висит на нем. В дворе спортплощадка, а он дома висит, чтобы никто не видел. Я, говорит, этого мастера уделаю. Мальчишка. Лейтенант Петров серьезный офицер, Оля. Ты бы прилег, Сережа. Некогда мне лежать, Оленька. Ну, как это некогда? Всему свое время. Ну, о чем ты? Я все о том же, Оля, все о том же. Здрасте, товарищи. Здравствуйте, девчонки, Оля. Кто к нам приехал? Здрасте. Здрасте. Ну, с возвращением тебя, что врачи. Нормально, Оля. Нормально. Оля, достань-ка ту бутылочку, что мне из Киева прислали. Сейчас. Ну, здравствуй, здравствуй. Здравствуй, дорогой, здравствуй. Рад тебя видеть. Артем, ты помнишь, у нас на Третьем Украинском фронте был начальник связи полковник Сиробаба? Ну, как? Конечно, помню. Так вот, этот полковник Сиробаба, теперь полковник-отставник, пенсионер, прислал мне бутылочку своей домашней настойки. Вот она. Вот она. И сообщил при этом, что считает свою настойку лучшим и вернейшим средством от любой хворости. Между прочим, так и написал. От любой хворости. Ну что ж, коли так попробуем? Ну и пейте на здоровье. Попробуем. Прошу. За тебя, Сережа. Спасибо. За вас, Ольга Максимовна. Спасибо. Будь здоров и ты. Я сейчас приду. Ничего, да. Ничего, ничего. А ты чего ж не до конца-то? Да я, понимаешь, растягиваю удовольствие. Мне ведь Сиробаба всего одну бутылку прислал, вот я и экономлю. А, ну тогда. Да нет, нет, но я шучу. Ну что ж, полагаю, раз тебя домой выписали, значит, на поправку пошло. Ты знаешь, вот никак не разберу, на каких ягодах настояно. Артем, дружище. Я склонен смотреть правде в глаза, как на фронте. Полагаю, что дело мое швах. Да ты что, Сергей, смотрю на тебя, орел-орло. Ты мне комплименты не отпускай, не девица. Сам прекрасно знаю, что я сейчас собой представляю. Вот у меня весы в комнате стояли, так Оля убрала, чтобы я по утрам не взвешивался. Ну да дело не в этом. Слышал я, Артем, что ты куда-то за рубеж собираешься. Далеко ли? В Италию из делегации ветеранов войны. Надолго? Недели на две. Так, значит, правильно сделал, что решил повидать тебя до твоего отъезда. Мне решительно не нравится этот разговор, Сергей, решительно. Артем, дружище, я не первый год на земле живу. Все вижу, все понимаю. И Оля все видит, все понимает. Только молчит и плачет в тихомолку. И все все видят, все понимают. И все молчат, ты знаешь, всеобщая молчанка. Вот уже две недели, как домой вернулся, голова работает нормально, а сил нет. Мотор окончательно сдает. Ну, а светила-то столичные, что говорят? Сделали все, что смогли. Я слышал, операция прошла удачно. Да, после операции домой отпустили. Назначили курс лечения, однако потом я еще два месяца в клинике провалялся. Одних этих консультаций со столичными светилами не перечесть. Ну, да, видимо, перед этой хворостью пока что и столичные светила пасуют. Знаешь, не будем предрешать. И врачи, бывает, ошибаются. Вот на одного нашего секретаря райкома врачи окончательно махнули рукой. Что-то у него там с горлом, асип совсем. Так нашелся в районе травник, который за полгода его на ноги поставил. Да, а теперь на активах он самый громкий. Смотри-ка. Могу доставить тебе этого травника. Хуже-то не будет, если попробую. Да хуже уж некуда, Артем. Ну, Сергей, честное слово, я первый раз тебя так и люблю. Ну, ты же боевой командир. Ну, помнишь в 42-м, когда на наш командный пункт немецкие танки ворвались, а у нас горстка командиров, взвод автоматчиков с ручными пулеметами. Помнишь? Помню, Артем, помню. Я тогда мысленно просился с жизнью. А ты мотюкнулся, взял две противотанковые гранаты, мне одну протянул, держи, сейчас мы им покажем. У меня тогда невольно мелькнула мысль, уж не лихнулся ли ты. Выдержали. Героя за бой получил, ну помнишь? Помню. Помню, дружище. Присядем-ка. Эх, не вовремя все это. Сергей! Раскатов. А, здравствуйте, Анна Сидоровна. А, Кудряшкина, давай ей сюда есть разговор. Да, 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 Артем Петрович у меня, пожаловал. Так, так. Ну что ж, Анна Сидоровна, ваша просьба выполнима. Дадим вам тягач и перетянем вашу махину. Позвоните генералу Кострову. Да, Анна Сидоровна, может быть, заглянете на минуточку. Ну, вам же тут дорогу перейти. Да, 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 и Артем Петрович тоже приглашает. Конечно, конечно. Ждем. Сейчас явится. Артем. Да, что у них вчера на бюро произошло? А Всепяну вынесли партийные взыскания за что? А, да понимаешь, нашла коса на камень. Ну, а Всепян, по мнению Анны Сидоровны, повел себя бестактно. Но, впрочем, она сама тебе сейчас все расскажет. Кто вел бюро? Да она же Кудряшкина, как второй секретарь полупарнев с делегацией за границей. Ну, ничего, разберемся. Разберемся, разберемся. Добрый день, Артем Петрович. О, Анна Сидоровна. Добрый день, Анна Сидоровна. Здравствуйте. Здравствуйте, Анна Сидоровна. Здравствуйте. Может быть, рюмочку желаете? Нет, спасибо. Отчего? Нет, нет, спасибо. Тогда прошу, садитесь. Благодарю вас. Ну, как дела в горкоме, Анна Сидоровна? Неважно. Что так? Просто не знаю, с чего начать. Начинайте от печки. Артем Петрович, у нас паровое отопление. Ладно, ладно, не мешай. Да, поговорим. Ну, что ж, начну, пожалуй, с того, что мы в горкоме, к сожалению, не были осведомлены о некоторых чертах характера. Нового начальника строительства, товарища Овсипяна Ашот Папкенович. Какой-то не в меру самолюбивый. Не терпит никакой критики и не считается спортивной дисциплиной. А поясните свои мысли, Анна Сидоровна. Пожалуйста, вот вам пример. Дворец культуры строительства, которым руководит уважаемый товарищ Овсипян. Лучший дворец культуры в городе. Само строительство завода еще далеко не завершено. А дворец уже функционирует второй год. Ну, хороший дворец. Дворец прекрасный. И народ у нас хочет проявлять свои способности. Проводить смотры, викторины, фестивали. А помещения дворца подчас пустоют. Товарищи, к нам общественность обратилась, чтобы мы уговорили партком завода, чтобы сцену и другие помещения дворца предоставили коллективам других предприятий. Нам партком ответил, что без ведома начальника строительства они этот вопрос решить не могут. Мы обратились к Ашоту Папкеновичу. Он от нас отмахнулся. Тогда мы решили созвать бюро. Дважды назначали, дважды откладывали, потому что он не являлся. Вчера соизволил явиться. А стоило ли на бюро разбирать этот вопрос? Стоило. Ну и что же произошло? А то, что Ашот Папкенович довольно в бестактной форме заявил, что у него есть более важные задачи, и что гордкому следовало помогать строительству в их решении, а не сводить все проблемы к песням и пляскам. Бюро большинством голосов вынесло коммунисту Авсипяну выговор без занесения в учетную карточку. Тогда он позволил в мой адрес бестактность, я о ней умолчу, демонстративно покинул заседание, хлопнул зверю. Вы знаете, что сказал? Что улетает в Москву и не вернется домой до тех пор, пока меня на моем посту не заменят. Ну, до этого дела, думаю, не дойдет. Как ты думаешь, Сергей Тимофеевич? Я думаю, что нет. Думаю, что ради поддержания авторитета коммуниста Авсипяна мы секретаря горкома менять не будем. Дыбов, выясните, где сейчас находится Авсипян. Позвоните к нему домой в аэропорт, не улетал ли он вчера и сегодня в Москву. Одним словом, найдите живого или мертвого. Лучше живого. Есть еще один небольшой вопрос, Анна Сидовна. Я вас слушаю, Артем Петрович. На днях вы беседовали с некой Павловой Марией Анатольевной, год рождения, 1943, кандидат наук, беспартийная, младший научный сотрудник одного нашего номерного предприятия. Собралась она за свой счет в туристскую поездку за границу? Я помню. Это Павлова М.А. Ну, вы же знаете, Артем Петрович, что мы иногда проводим беседы с товарищами, которые уезжают за рубеж, знакомимся с их кругозором. Что в этом плохого? Плохого ничего нет. Я имею в виду данный конкретный случай. Дело в том, что вы отказали Павловой Марией Анатольевной. Значит, были основания? Ну, хорошо, я вам подготовлю соответствующую справку. Не надо, я уже знаю. Некто Головня, персональный пенсионер, член партии с 1930 года, задал ей вопрос, на который она не смогла ответить. То есть, вернее, ответила вопросом. Каким же вопросом? Ее попросили назвать фамилию президента Братской Народной Республики. Она честно призналась, что не помнит. На это ей заявили, что она не подготовлена для поездки в страну, если не может ответить на данный вопрос. Тогда Павлова Марией Анатольевна неожиданно попросила товарища Головню назвать фамилию президента Белорусской Союзной Советской Республики. Да, товарищ Головня растерялся и, в свою очередь, не смог ответить на данный вопрос. В результате, вами, Анна Сидна, была отказана в туристской поездке младшему научному сотруднику и рекомендовано поехать в Беловежскую пущу посмотреть на Зубров. А ее поведение вы признали вызывающим. Я вас просто не понимаю, Артем Петрович. Да тут и понимать нечего. Пусть товарищ Павлова едет в эту туристскую поездку, где она на месте узнает или вспомнит фамилию президента Братской Народной Республики. А заодно пополнить свои знания многими другими полезными сведениями. Установленный порядок соблюдать надо. Но зачем лишние формальности обижающих людей? Давайте уж больше доверять тем коллективам, где они работают, и партийным организациям, которые их рекомендуют. Хорошо. Ну вот у меня и все. Это я вам, так сказать, на закуску. Да, кстати, Анна Семеновна, а вы не помните фамилию президента Узбекской Союзной Советской Республики? Ах ты, ах, чёрт, ведь помнила. Кажется, кажется... Сейчас, одну минуту. Ладно, ладно, уточните на всякий случай. Может быть, вам придётся побывать в Ташкенте. Ну, знаете, ну и учинили вы мне разгон. Знала бы, просто не приходила. Анна Сидоровна, это он для меня старается, вовлекает. Да нет, нет, нет. Соединяю приятное с полезным. Здесь разговор душевный, неофициальный, что ли. У меня в кабинете он был бы пожёстче. Спасибо на этом. До свидания. Всего доброго, Анна Сидоровна. Всего вам доброго. Всего доброго. До свидания. О, Господи, сколько мы ещё делаем глупостей до сих пор. Да, Артём, делаем, ещё делаем. Не хлопай ты тебе. Что? Да приехал, уселся, голову тебе морочу. А ты морочь мне голову, морочь. Меня это, знаешь, в радость. Надоело без дела сидеть. Ещё поправишься. Да. Оля-то как? Да намаялась она со мной. Учение на носу. Поправишься ещё, да учение. Конечно, Артём, конечно. Артём Петрович, дорогой, есть у меня к тебе просьба. Просьба эта доверительная. Думал я, думал и решил к тебе с этой просьбой обратиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Артём Петрович, есть у меня к тебе просьба. Думал я, думал и решил к тебе с этой просьбой обратиться. Ох, недисциплинированный у нас генерал. Что такое? Других спрашивает, сам нарушает. Сегодня с самого утра на ногах. Всё вас дожидался. Да что же это я, Оля, при гости, да ещё при таком-то рогом валяться буду. Значит, лучше себя чувствует, если есть потребность двигаться. Я тоже вижу, он значительно лучше стал выглядеть, но режим совершенно не соблюдает. От рук отбился. Сыпали бы ему по старой дружбе. Он хорохорится, как лейтенантик на плацу. А врачи ж с меня спрашивают, не с него, а с меня. Я стою перед ними, краснею, как девчонка. А ему хоть бы что? Нехорошо, генерал. Да знаю, что нехорошо. Гуляю я. Ух ты, разгулялся. А вчера маршал звонил и спрашивал, как идёт лечение. Так он ему клялся, что всё выполняет. Я не знаю, как трубка выдержала, не треснула. Обманул, значит, маршал. Как мальчишка. Да не поверил он ни одному моему слову. Сказал, доложу министру, вот он тебя приструнет. Да, скажи спасибо, что я за тебя словечко замолвила. Да, спасибо. А, поручила. Поручила. Выполняй. Выполняй. Оправдывай доверие, Серёга. Да врачи хорошие. И всё правильно советуют. Да что они там советуют. Я бы на месте этих врачей, таким больным, как я, прописывал бы более приятные лекарства. Так зачем же делать? Да. А зачем это ты свой мундир вытащил из шкафа? А, я, Оленька, на восемнадцать часов пригласил к себе членов военного совета. Да. Это с какой стати? Это по привычке. Ну, вы посмотрите на него. Ну, ты же болен, болен. И заместитель твой на месте. Вчера три часа с ним говорил, обо всём договорились. Нет, всё сам. Оля, учение ведь на носу. Ну, как знаешь, товарищ командующий. Артём Петрович, вы у нас отобедаете? Спасибо, но я, по всей вероятности, в горкоме задержу. Со многом надо потолковать. Артём, дружище ты, извини, надо пойти переодеться. Должен быть по всей форме. Да-да, иди, Серёжа, а мы тут с Ольгой Максимовной вот посидим. Посидите. Я не думаю. Артём Петрович, оставайтесь обедать. Действительно так плохо. Действительно неизлечимо. Есть болезни, от которых человек может умереть каждую минуту. Но когда наступит эта минута, он не знает, и это ровняет его с другими. А это даже приговорённый к казни имеет надежду на помилование. А здесь никакой надежды. Держится. Вы же его знаете. Временами его охватывают приступы острой боли. Я научилась делать уколы, но он больше терпит. Ночью иногда начинает стонать. Я бужу его, хочу сделать укол. А он объясняет свои стоны тем, что ему привиделся фронтовой сон. Последние дни перешёл спать в кабинет. Тяжело, Артём Петрович, тяжело. Его телеграмма встревожила меня. Ещё никогда он меня не приглашал таким образом, поэтому сразу же вылетел. Спасибо. Он вас очень ждал. Мне кажется, что он принял какое-то очень важное решение. Нет, я его знаю. Как только он принимает важное решение, он сразу успокаивается. В последнее время он очень переменился. Мне даже страшно, до чего он стал спокойным. Как сын? Держится. Сколько ему сейчас? 24. Защитил кандидатскую и ушёл из армии. И это тоже тяжело генералу. Солдатская, говорит, рот прервался. А была династия и нет. Отношения натянуты. Поговорили бы. Кто? Отец с сыном. Может быть, что-нибудь и прояснили бы. Да что вы. Не хочет генерал? Он как-то мне сказал, что не терпит в армии случайных людей. Тут дружок его приезжал, Саша, Мусачков. Капитан уж два ордена получил. Так Серёжа его от себя не отпускал, гордился. И неважно ему, сын не сын. И болезнь эта проклятая. Ах, трудно смириться, что ничем нельзя помочь. Нет. Нет, обещают. Какое-то новое чудодейственное лекарство. Сам министр распорядился выписать, откуда ты, Швейцария. Успокойся, 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 успокойся. Извините, хочется верить. Да, да, хочется верить. Только что-то все эти чудодейственные заграничные лекарства ограничивают своё действие дорогостоящей рекламой. Впрочем. Страшные дни и ночи. Хочется поверить в чёрт, в сатану, во что угодно, лишь бы поверить. Вы знаете, Артём Петрович, мы с Серёжей всю жизнь прошагали вместе. Чего только не было. Последнюю войну сколько раз хоронил его, сколько раз был ранен. Всё выдержал, всё вынес. А здесь, в мирное время. Горе, Артём Петрович, горе. Да. Ну, заговорщики. Ну и что это ты так вырядился? На парад, Оля. На парад. Ой, мальчишка. 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 Я тебе говорил, Артём, что есть у меня к тебе просьба. Как к фронтовому другу, как к товарищу по партии, как к самому близкому из друзей. Вот это моё письмо, адресовано в Центральный комитет нашей партии. Я прошу тебя передать его туда. Хорошо передам. Когда надо. Сергей! Артём, я не жалуюсь и не паникую. Мне не стыдно оглянуться назад. Я благодарен судьбе за то, что она дала мне возможность честно и до конца служить моему отечеству. Я много сражался, и рядом был ты и много друзей. Их становится меньше, уходят люди. Мы с тобой сражались за дело нашей жизни, за чистое и правое дело. И если не всё ещё в нашем деле благополучно, значит, я не досражался где-то. Значит, моя вина. И от этого больно втройне бой не окончен, а у меня уже нет сил дольше выполнять свой воинский долг. И мне, как и каждому честному человеку в конце жизни, необходимо сказать о самом сокровенном. Ты, как член ревизионной комиссии ЦК, думаю, сможешь выполнить эту мою просьбу. Просьбу твою выполню, не сомневайся. Вот ты хорошо. Содержание письма я тебе пересказывать не буду, поверь. Оно сугубо личное. Но поверь, оно написано коммунистом, который очень просит понять его. Только рано ты всё это затеял. Торопишься. Нет, Артём, я не тороплюсь. Я так. На всякий случай. Редактор субтитров А.Семкин Товарищ майор, Амор-26 вышел на границу полигона. Траншея 13. Максимальное внимание, там небольшой уклон местности. Амор-26, Амор-26, внимание, траншея 13, уклон местности, понял? Понял. Цифра 13 его любимая. Отлично. Парень несуверный. Докладовая служба индикации. Слушаем. Признаков ОВА не наблюдается. Проведены анализы почвы, воды, зелёных насаждений. Наблюдение продолжается. Ясно. Смотри, Шур. Перепахали поле. Как после бомбёжки. Амор-26, траншея 13 вышел. Просит разрешение на разгрузку. Разгрузку разрешаю. Есть. Разгрузка разрешена. Скажите, сколько уже обезврежено снарядов? Считайте. Двадцать пять машин по десять. В общем, половина-половины, товарищ корреспондент. Адская работа. Работа как работа. Почему заминка? Амор-26. Амор-26. Почему заминка? Траншея 13 аварийная. Сдвиг почвы очевидна в результате предыдущих взрывов. Траншея полузасыпана. Отставить траншею 13. Отставить траншею 13. Вот тяна. Не верь после этого в приметы. Амор-26. Я Амор-26. Ефрейтор Кузнецов. Кузнецов, выходи к траншею 14. Понял? Есть. Выходить к траншею 14. Предельная осторожность. Скорость минимальная. Пошел. Медленнее. Медленнее. Так. Так. Стоп. 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 Товарищ майор. Оползи. Под задними колесами. Машина скользит по уклону. Тормоз. Да они тормозят. Да они тормозят. Запасному водителю поставить тормозные колодки. Как снаряды? Пока в порядке. Спокойно. Хорошо. Хорошо. Спокойно, ребята. Так. Так. остановились так аварийно-спасательная команда немедленно тягач к траншеи 13 тащить осторожно без рывков пошел амур 26 приготовиться к буксировке проверить крепление троса это трос в норме спокойнее спокойнее все будет хорошо и понял меня кузнецов понял товарищ майор понял ну вот все будет отлично это твоя цифра 13 моя всю жизнь вывозила ну вот я же говорю где запасной запасной в кузове снаряды придерживает иванцов вы его знаете сержант по первому году вместе служили тихий такой краснел при каждом крепком выражении позавчера встретились обрадовался неделю назад из дома приехал командование отпускал жениться молодец солдат сержант он солдат трос закреплен товарищ майор разрешите буксировку давай отлично работаете ребята отлично вышли на ровное место иванцову пересесть в кабину что он там распластался пересесть не может он товарищ майор просит разрешение полежать не может свело ноги просит передохнуть ну передохни иванцов передохни умница только не шевелись скажите старший лейтенант да у вас есть семья у меня семьи нет считаете это дает вам дополнительное право заниматься вот такой вот такой работой раньше считал теперь нет пересел пошла машина вижу пошла машина так ребята теперь можно и побыстрее когда ждут дома работаешь тщательнее вернее что ли когда ждут дома больше пользы для дела я много лет гнал от себя эту сторону жизни теперь нет люди не мустанги им чертовски нужны единственные близки как еще сказать не знаю товарищ майор амур двадцать шесть у траншеи 14 амур двадцать шесть спасибо ребята стараемся товарищ майор так иванцов пусть готовится к поездке домой к жене лично буду просить командование разрешите разгрузку разгрузку разрешаю вот вам товарищ корреспондент и материал для очерка напишите про иванцова да 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 конечно майор конечно да не только про иванцова и не только для очерка вы знаете шура вы правы людям чертовски нужны близкие когда не стало моей анюты не стало очень многого в моей жизни я даже и не предполагал сколь многого вот теперь это ощущение все усиливается и усиливается да как много глупости мы делаем при жизни суетимся что-то ищем забываем теряем а вновь обрести порой невозможно сложно во всяком случае все время думаю об этом как тогда в эту последнюю встречу с Аллой здравствуй как живешь я без тебя живу плохо лейтенант старший лейтенант воинской табели о рангах я не признаю ни старших ни младших мне нравится просто лейтенант я раньше думал лейтенант звучит вот так на лейте нам и зная топографию он топает по гравию поэтому нет слово звонкое есть в нем что-то молодое многообещающее талант может быть вот поручик лермонтов если бы служил сейчас носил бы лейтенантские погоны смешно да нет забавная ты да я забавная я очень и очень забавная то то ты столько лет умираешь от хохота взирая на меня издалека ну вот я и приехал вижу чем обязаны поручение особой важности даже так командирован к тебе центральным управлением министерства значит этими снарядами займешься ты ага а почему из всех столичных специалистов выбрали именно тебя ну я единственный в своем роде это во первых а во вторых а во вторых здесь проживает некая особа которую надо бы повидать повидал я видаю сейчас в этот самый момент и что испытываешь испытываю чувство презрения к одному лейтенанту с тремя звездочками за что за недалекость себя любие тупоумие черствости и т.д. и т.п. болтун господи какой болтун лейтенант болтун это немыслимо ну ты как видишь мыслимо ну и чего тебе надобно старче тебя золотая рыбка долго думал все это время без перерыва был перерыв чуть не женился интересно да была одна очаровательная аспирантка телепатка угадывала все мои мысли и не только мои из десяти мыслей переданных на расстоянии угадывала восемь процент чрезвычайно высокая тебе повезло схватился бы за нее не выпускал да я схватился я почти обалдел но вот однажды она для окончательной проверки своих феноменальных способностей попросила меня задумать любой телефон в любом городе советского союза я возьми из дуру задумай твой сногсшибательно и что же дальше а дальше она осторожненько так взяла меня за руку подвела к телефону и набрала сначала код твоего города затем и цифры шесть сорок восемь пятьдесят четыре господи вот значит чем я обязана тому звонку полгода назад к несчастью я была дома к счастью ты болела я услышал твой слабый но вредный голос и понял что жизнь без меня мрак что девушка издалека не вынесет твоего счастья без нее бедная телепатка да она бездарна это она могла бы протелепать ну не протелепала к счастью дурак я я очень по тебе скучаю я тоже по тебе скучаю я давно тебя выбрала извини слово это странное но мне понятно оно мне оно очень понятно это между нами сложились отношения которые я ненавидела существует такая дружба между мальчиком и девочкой дружба намертво исключающая все остальное не имеющая выхода дружба в никуда она меня мучила я заставляла себя следовать правилам этой глупой игры этих пикировок обменов шутками ни к чему не обязывающими оскорбляющими оскорбляющими то что существовало где-то внутри меня и совершенно независимо от меня ты же принял эти правила они были легки для тебя это твоя сфера ты в ней как рыба в воде ты 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 дорогая моя амур-31 у траншеи 19 просит разрешение на разгрузку товарищ майор ясно амур-31 разгрузку разрешаю осторожней ребят эта партия снарядов наиболее поврежденная повежливее там с контейнерами да знаю что вы знаете знаю они у нас смирники лежат как покойнички повежливее это приказ пацаны первогодки романтики чертовы ничего не боятся они у нас смирники а эти смирники могут отправить на тот свет половину областного центра товарищ военврач как старший лейтенант все в порядке товарищ майор разрешите идти идите есть дегазационные машины готовы машины вперед как амур-32 только что доложили товарищ майор заканчивать погрузку груз в порядке хоть с этой не мучиться да еще 10-12 машины все спасибо успокоил да нет я к тому ведь товарищ майор что да не ори ты есть не орать ну уши заложила товарищ майор лейтенант помолчи есть помолчать ну не сориентируйся никак слушай ты молчу скажите старший лейтенант а современное химическое оружие еще страшней да товарищ корреспондент к сожалению причем сейчас на западе делают на него основной упор и направлен это настолько варварски против человека его здоровье вы что нибудь слышали о психохимических ОВ признаться первый раз слышу они воздействуют на мозг человека делают его неуправляемым вызывают в нем неуемную ярость жестокость или наоборот полную депрессию товарищ майор докладываю службу индикации слушаю анализы почвы воды и растительности заражения не показывают отлично ну что 31-й валандается там так сами же приказали повеждевый товарищ майор вот они и стараются ох разговаривался ты у меня виноват товарищ майор я ведь только хотел вот закончим все это посажу тебя суток на пять намолчишься подосплюсь товарищ майор я ведь так думаю что тебе что рот завязать а как же вам докладывать буду вот попался говорон на мою голову все молчу еще додумались до отравляющих веществ повышающих температуру тела вплоть до теплового удара повышающих или понижающих кровяное давление черт знает что это еще не все сейчас разрабатывается геофизическое оружие действие которого маскируют под природные явления используют ультрафиолетовые лучи каким образом а вот товарищ майор расскажет да очень просто разрушается озонный слой атмосферы а мощное природное ультрафиолетовое излучение беспрепятственно попадает к поверхности земли и уничтожает там все живое мне всегда казалось чем сильнее наука тем добрее должен быть человек все зависит от того в каких целях человек использует достижения науки вот именно можно изучать космос а можно изучая магнитные поля планеты сажать мощный импульс на определенную магнитную линию и она в нужном месте разрушающий воздействует на заданный объект а может 31 разгрузку закончил снаряды в траншеи отлично говорят ни один даже не пикнул а самый поврежденный снаряд они прозвали Матвеичем говорят положили в середину чтобы старику теплее было почему Матвеичем а это у нас сержант на местной гаутмахте вредны отставить разговоры извините да я не вам товарищ господин я этому говоруну спокойнее, спокойнее товарищ майор устали ребята, ты тоже устал сиди уж супермен, ему одному все нипочем еще неизвестно как твой мазок аукнется разжалобил меня да тебя разжалобишь давай живее я готов пошел подарки на елку вешать в бенгальские огни Шура, давай ты повежливей с этим Матвеичем к нему ничего не цепляй сдетонирует сам ясно? я пошел Товарищ майор можно вопрос? ну давай, все равно для тебя молчать мучения скажите товарищ майор вот сейчас о чем говорил старший лейтенант действительно может не сможет если мы с тобой ушами не будем хлопать на это мы с тобой и погоны носим и дело делаем, товарищ майор и дело делаем не понимаю, но ведь есть же женевский протокол о запрещении такого вида оружия международная конвенция подписанная по нашей инициативе в конце войны странно, товарищ корреспондент что странно? странно вы опытный журналист прошли такую войну да я видел войну и видел убитых и видел раненых да, только горько за мир начиненный вот такими Матвеичами Демир, жалеть не нужно мир останется миром потому что естественного в нем неизмеримо больше извините я Амур А нахожусь в тамбуре 2 показания по индикации чист вход в бункер разрешаю есть готово можно взорвать и Матвеич уговорил, подвесил ему хлопушку старший лейтенант вы на службе на военной если вам старший по званию дает приказ его нужно выполнять и не проявлять дурацкой инициативы ну ладно, извини, Саша виноват товарищ майор готовим подрыв есть метеоданные есть, 12-12 метеоданные готовность к подрыву подрыв готов внимание есть, внимание живее метеоданные направление ветра и сила ветра в норме температурный градиент отрицательный жарки его побери отставить подрыв задержать Амур-32 есть, 6-6 задержать Амур-32 всем дозором произвести выброс дымовых гранат и анимометрическую разведку подрыв подрыв товарищ майор группа контроля Амур-2 прошла показания по индикации чист отлично, ребята ставь смирно можно передохнуть метеослужба следить надо за температурным градиентом скажите, старший лейтенант, а что это за градиент? это разница температуры в поверхности земли на высоте одного метра если он положительный то есть конвекция то есть движение слоев воздуха вверх только тогда можно взрывать в противном случае облако после взрыва растекается по поверхности земли и представляет большую опасность Шура я могу задать вам один вопрос? ну конечно вот ваш отец отец он был солдат из рода солдат по мыслям и по духу солдат от начала и до конца и Сергей Николаевич здравия желаю Здравствуйте, товарищ командующий! Здравия желаю, товарищ командующий! Здравия желаю, товарищ командующий. Здравствуйте, Андрей Игоревич. Прошу вас, товарищи генералы, садитесь. Располагайтесь. Валентин Владимирович. Товарищ командующий, товарищи генералы, штабы и войска, привлекаемые к учению, в основном закончили все мероприятия, предусмотренные календарным планом. Во всех штабах проведены командно-штабные учения и тренировки. В воинских соединениях и частях с командно-начальствующим составом проведены сборы, а с подразделениями тактика строевые занятия. Техника и вооружение проверены. У меня все, товарищ командующий. Благодарю вас, Фанатий Владимирович. Генерал Тимофеев, пожалуйста, доложите о готовности ракетных войск и артиллерии к предстоящим учениям. Товарищ командующий, ракетные части и артиллерии к учению готовы. С подразделениями, участвующими в боевых стрельбах, проведены соответствующие занятия и учения. У меня все. Благодарю вас, Андрей Юрьевич. Генерал Рыбаков, доложите, пожалуйста, о готовности авиации. Товарищ командующий, все предварительные мероприятия завершены полностью. Авиация заканчивает отработку связи с войсками. Учебно-тренировочные бомбометания и пуски ракет проведены успешно. В общем, вы готовы начать учения по первому сигналу? Благодарю вас, Борис Владимирович. Генерал Костров, прошу вас доложить о материально-техническом и медицинском обеспечении предстоящих учений. Товарищ командующий, товарищи генералы, части и соединения полностью обеспечены всеми видами боеприпасов для проведения боевых стрельб горючим и прочим специальным военным имуществом. Для медицинского обслуживания участников учений предусмотрено реальное развертывание медицинских частей и учреждений. У меня все, товарищ командующий. Спасибо, Леша. Алексей Николаевич. Петр Акимович, у вас есть дополнение или пожелание? Сергей Тимофеевич, проделана большая работа по мобилизации личного состава на успешное проведение учений. Завершена в основном подготовка к проведению партийно-политических мероприятий в ходе учения. Воины одного из подразделений приняли обращение, в котором, в частности, говорится. Мы будем действовать на земле, политой кровью наших отцов. Обелиски на братских могилах будут напоминать нам, какой ценой наши отцы отстояли родину. Наш девиз – действовать на учении, как в бою. Хорошее обращение. Хорошее обращение. Товарищи генералы, может быть, стоит распространить это обращение по всем подразделениям? Да, безусловно. Петр Акимович, прошу вас, сделайте это. Ну, а теперь позвольте мне высказать некоторые рекомендации. Товарищи генералы, нам доверены очень дорогостоящие техника и вооружение. Следовательно, серьезное внимание необходимо обратить на разведку местности. Нельзя допустить ни единого случая применения боевой техники без тщательного изучения условий местности. Далее, прошу обратить внимание на вопросы управления и взаимодействия в ходе развертывания наступления и осуществлений маневров. Материальный ущерб сельскохозяйственным предприятиям и лесному хозяйству должны быть минимальными. Все это должно быть учтено и согласовано с местными властями. И последнее. Это меры по обеспечению полной безопасности личного состава. Вопросы есть? Разрешите, Сергей Тимович? Да, Сергей Николаевич, прошу вас. Для проведения разбора учений вам готовить материалы? Нет, нет, нет. Разбор полностью возлагается на вас. Слушаюсь. Есть еще вопросы? Тогда последнее. Сергей Николаевич, на вас, как на моего первого заместителя, ложится особая ответственность за успех в предстоящих учениях. Сам я принять участие в учениях, к сожалению, не смогу. Мой рапорт об отставке министром принят. Я оставляю пост командующего округом. Вот это, пожалуй, все, что я хотел вам сказать. Ну, а теперь давайте прощаться. Андрей Игоревич, желаю. Алексей Николаевич, удачи. Сергей Николаевич, удачи тебе. Спасибо. Ну, Серёжа. Я, Дракимович, выше голову. Ну, вот и все. Попрощались. Что это ты при всех регалиях, отец? Шура. Что? Ты всё понимаешь. Не надо об этом. Ладно, не надо. Береги маму Шура. Отец. Что? Я решил идти в армию, в кадры. Спасибо, сын. Спасибо. О чём вы тут говорили без меня? Мы говорили о жизни, Оленька. О нашей жизни. Мы все вместе прожили хорошую жизнь. Хорошую. И я помню каждый день и каждый час этой жизни. А уж войну, каждую секунду войны. Я помню, провожала тебя и не плакала. Перед эшелоном такое прощание идёт. Все ревут, паровоза не слышно, а я не могу. Смотрю на тебя и каждую твою чёрточку запомнить стараюсь. А ты мне шепчешь, только не плачь, только не плачь. Жена командира, все смотрят, только не плачь. А я и не могу. Ушёл эшелон, а я так до ночи и простояла, и ни слезинки не проронила. А помнишь, Оля, когда я с фронта возвращался, ты примчалась в Москву меня встречать? Ну как же, помню. Стоишь на перроне, в руках два бокала и бутылка шампанского. Я выскочил из вагона, а ты пробку долой, шампанское как брызнет. Все шарахнулись в сторону, а ты мне бокал с шампанским. Помнишь? Помню, отсулитовала за всю войну. А потом вот Шурка родился. Я помню, ты приволок к роддому патефон, и в три часа ночи грянула наша танго. Да, брызги шампанского. Брызги шампанского. Я вскочила на подоконник, смотрю, ты во обнимку с патефоном танцуешь. Умора. Господи, что же вы мне раньше-то никогда этого не рассказывали? Ты уж извини нас. Это наше. Это только наше. Это принадлежит ему и мне. Вот как эти брызги шампанского. Дегазационные машины. Есть дегазационные машины. Машины вперед. Вперед. Так, ребята, не расслабляться. Идем к финалу. Шестой. Приготовить Амур-43 для прохождения трассы. Амур-43 готов. Отлично. Пошел 43. Есть. Докладывать прохождение ориентиров. Артем Петрович. Я давно хотел у вас спросить. Я был тогда невольным свидетелем вашего последнего разговора с отцом. Я не слышал, о чем вы говорили, но понял, что отец вас о чем-то просил и видел, как он передал вам какое-то письмо. Если можете, скажите, что за письмо? Амур-43, амур-17 прошел нормально. Понял. Скажу, Шура. Дело прошлое, и ты имеешь право знать правду. Я выполнил последнюю волю твоего отца, моего друга. Передал его письмо в ЦК. Тогда я был членом ревизионной комиссии. ЦК и меня сочли нужным ознакомить с его содержанием. Амур-43, амур-19 прошел нормально. Поставим, ведется наблюдение. Ясно. Твой отец был человеком кристально честным перед партией преданным армией. Он был стойким, мужественным человеком. Он многое повидал, за многое сражался. И очень близко к сердцу принимал все наши победы и все неудачи. Он понимал, что неизлечимо болен. Он все понимал. Но больше всего его мучило, что он не в состоянии по-прежнему выполнять свой воинский долг. Амур-43, ориентир-21 прошел нормально. Наблюдение продолжается. Ясно. Он так хотел, чтобы жили мы еще чище и светлее. Так ненавидел все, что мешает этому. Он многое видел. И удачи, и просчеты. Писал он в ЦК и об этом. Честно писал, как коммунист, как солдат партии. Видел все конкретно, умел анализировать, умел мыслить партийно. Амур-43, ориентир-23 прошел нормально. Подходит к границе полигона. Выводи 43-й к траншее 21. Есть. Амур-43. Амур-43. Выходите к траншее 21. Поняли. Отлично. Он знал, что неизлечимо болен. Он все... Да что я тебе так говорю? Амур-43 на полигоне. Подошли к траншее 21. Просит разрешение на разгрузку. Разгрузку разрешаю. Есть. Да. Мы все, особенно мама, понимали, что отец... Что? Что случилось? Взрыв на Амур-43. Связь. Амур-43. 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 Связь. Амур-43. Нет связи, товарищ майор. Я тебе дам связи, нет. Связь. Амур-43. Амур-43. Есть связь. Давай. Я Амур-43. На последнем контейнере сработал взрыватель. Осколки пробили кабину. Машине покинуть зону. Я ранен, товарищ майор. Запасной. Запасной ранен. Немедленно вести себе антидот. Их нужно срочно вытащить из зоны поражения. Дозору зарегистрировали сражение атмосферы. Амур-43. Амур-43. Так, ребята. Не двигаться. Лежать. Движение опасно. Смертельно. Счет идет на секунды. Их нужно срочно вытащить из зоны. Аварийно-спасательная группа номер пять и четвертый полевой спецмедпункт. Пять изгэн. Пять изгэн. Четыре СМП. 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 Поражения не успеют они. Назад ты что? Шурка! Пошла аварийная группа. Аварийно-спасательная группа выходит. Полевой спецмедпункт выходит через минуту. Через минуту. Пока машины будут петлять по воронкам, я добегу быстрее. Не сметь! Я приказываю тебе, пойдешь под суд. Шурка! Пошла аварийная группа. Прости, Саша, там мои солдаты. Шурка, назад! Одень костюм! Надень костюм! Внимание! Всем постам, всем службам! Взрыв на Мур-43! Химическая тревога! Химическая тревога! Химическая тревога! Химическая тревога! Рупом к траншею идти на максимальной скорости! Быстрее! 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 Его может что-нибудь спасти? Только чудо. Будем надеяться на чудо. Что же это? И без войны война. Это эхо войны. И чтобы заглушить его, нужен подвиг. Нужен подвиг. И слава тем, кто его совершает, выполняя свой воинский долг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok